Шаблотов, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами начинаем изучать жизнь наших праотцов Авраама Ицхака Яков. И я бы хотел обратить ваше внимание на отношение Авраама к деньгам. Итак, написано, что Бог ему повелевает, уходи из Урказдима в Израиль. Авраам движется в Израиль, там наступает кризис, вокруг везде голод, и он вынужден спуститься в Египет. И так по дороге везде Авраам останавливается в разных хостелах, в разных гостиницах. И у него написано, что даже не было денег, чтобы рассчитаться за жизнь в этих гостиницах. И он сказал, что по дороге обратно я с вами обязательно рассчитаюсь, ему поверили и дали возможность там жить. По дороге обратно, на пути обратно в Израиль, написано в Торе, что Авраам уже успел разбогатеть, и он был очень тяжел в деньгах, у него был скот, все что угодно, все драгоценности мира, он очень сильно разбогател. И Торе нам сразу говорит его отношение к деньгам. Он был тяжел в деньгах, ему это было тяжело, ему было это неприятно. Деньги для него не были целью, деньги для него были всего нам, всего средством, чтобы делать заповеди, приглашать гостей. А он известный, у него было в доме всегда 4 входа со всех сторон света, чтобы мог любой путник прийти и покушать у него дома бесплатно. И для этого ему были нужны деньги. Он был тяжел, ему было это тяжело и неприятно, потому что это не его стихия, деньги. Он движется к Богу, он любит Тору, он любит душу и вечность. А эти все материальные блага, все эти вещи нужны. И он тоже ими владел, но только как средство он был тяжел, ему было это все тяжело. И написано, что он возвращался по тем же хостелам и гостиницам, в которых он оставался, когда шел в Египет. Итак, шел он в Египет нищим, ничего не было, везде кризис, ни копейки денег. Самые-самые дешевые гостиницы, которые ему давали в кредит, возможность там остановиться. Когда он шел обратно, уже стал олигархом, богачом, он все равно оставался в тех же простых гостиницах. И везде, везде, везде он оплачивал свои старые счета. И Тора нам показывает, что деньги его никак не изменили. Он не стал жить в столько дорогих гостиницах, и в этих ему уже неприятно. Он остался таким же Авраамом, который живет в тех же простых хостелах, как тот Авраам, у которого не было денег. И это мы просим у Всевышнего в Беркат Амазон. Мы говорим Всевышний о Рахаману и Шлахлану. Всевышний пошлет нам, милосердный, пошлет нам Брахам и Руба. Очень-очень много всего, огромную Браху. Где? Дай нам Всевышний очень-очень много. Но чтобы мы остались в той же квартире и за тем же столом, за которым мы и сейчас едим. Чтобы мы не менялись. Чтобы деньги нас не меняли. Не делали из нас там не знаю кого, который живет только там в самых люксовых условиях, и которому противно быть простым и жить с простыми людьми. Чтобы мы остались простыми людьми, имея все остальные богатства, как наш праотец Авраам, который уже овладел всеми благами этого мира, но он остался тем же Авраамом. Он шел по тем же хостелам Всевышний. Дай нам много всего, но чтобы мы остались теми же людьми, которые, вот как мы сидели в этой квартире, за этим столом, такими же мы и остались. А все наши блага, которые ты нам даешь, чтобы они были всего нам всего средством, чтобы двигаться к тебе и творить добро. Шавлотов, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь на Вайкре. Субтитры сделал DimaTorzok